Как Джердан увел детей от страшного дива. Азербайджанская сказка. Жила когда-то одна женщина, и был у нее сынок, такой маленький, что все его называли Джерданом, малышом. Мал рост он Джердан, а во всем отцу и матери старается помочь. Увидел он однажды, что соседские дети собираются в лес за хворостом. Пришел к матери и говорит, — Я вместе с ребятами за хворостом пойду. — Куда тебе, — отвечает мать, — ты не сможешь и веточку поднять. — Сам не смогу, ребята мне помогут, — отвечает Джердан. Позвала женщина соседских детей, дала каждому по куску чурека с сыром и говорит, — Не потеряйте в лесу моего сыночка. Пришли ребята в лес, стали собирать хворост, и Джердан трудится, только нелегко ему ветки поднимать. — Надо помочь нашему Джердану, — говорят мальчики. Собрали они вязанку хвороста и для Джердана. Собрали и пошли домой. Принялся Джердан свою вязанку тянуть, никак не может с места сдвинуть. Уселся он на вязанку и кричит, — Не могу я дотащить мою вязанку, помогите мне. Взвалили дети на себя Джердану в вязанку и пошли. Шли они, шли, устали и сели отдохнуть. Заговорились и не заметили, как наступил вечер. Потеряли дети в темноте дорогу, не знают, куда идти, что делать. Выбрались они из леса, стали прислушиваться, осматриваться. Слышат, в одной стороне собаки сердито лают. Посмотрели в другую сторону, увидели огонек. Спрашивают дети Джердана, — Эй, Джердан, в какую сторону нам идти? Туда ли, где лают собаки, или туда, откуда свет виден? Подумал Джердан и ответил, — Если пойдем в ту сторону, где собаки лают, они нас загрызут. Лучше пойдем на огонек. Отправились дети в ту сторону, где виднелся огонек. А маленького Джердана старший мальчик на спине нес, чтобы не отстал и не потерялся малыш. Долго они шли и пришли к какому-то дому. Постучали мальчики в окошко. — Пустите нас переночевать! Открылась дверь, и вышел из дома страшный злой великан, Див. Увидел он детей и решил их съесть. Притворился Див добрым и говорит, — Войдите, переночуйте у меня, а утром я вам дорогу укажу. Привел Див детей в свой дом, дал им поесть и уложил спать. А сам уселся и стал ждать, когда все уснут. Сидел-сидел и спрашивает, — Кто спит, а кто не спит? — Я не сплю, — отвечает Джердан. — Почему же ты не спишь? — спрашивает Див. — Потому что мать каждый вечер кормила меня перед сном яичницей. А ты не накормил, — отвечает Джердан. Пошел Див, принес яиц, стал готовить яичницу. Приготовил и говорит Джердану, — Вот тебе яичницы ешь и засыпай. Джердан поел и лег, а Див опять уселся и стал ждать, когда малыш заснет. Подождал, подождал и спрашивает, — Кто спит, а кто не спит? — Я не сплю, — откликнулся Джердан. — Почему же ты не спишь? — Потому что мать каждую ночь приносила мне в решете воду из речки, а ты не принес. Услышал этот Див, взял решето и пошел к реке за водой. Уселся на берегу, стал решетом воду черпать. — Ну, — думает, — принесу воды, он сразу и уснет. А Джердан разбудил мальчиков и сказал им, — Этот Див хочет нас съесть, вставайте, убежим. Вскочили дети, выбрались из дома, вышли тихонько к реке. А тут Див сидит, решетом воду черпает. Обошли его дети осторожно и переплыли на другой берег. А маленький Джердан у старшего мальчика на плече сидел. Сколько Див не опускал решето в реку, никак не мог зачерпнуть им воды. Наконец, надоело ему это. Закинул он решето и хотел уже вернуться домой. И вдруг видит. Идут дети по той стороне реки. Хотел Див за ними броситься, да только Дивы через реки дороги не знают, плавать не умеют. Стоит он на берегу и кричит. — Эй, дети, как вы перешли через реку? А Джердан отвечает ему с другого берега. — Пойди, найди мельничный жернов и надень его себе на шею, тогда перейдешь. Див нашел мельничный жернов, надел себе на шею и бросился в воду. Потянул его тяжелый жернов на дно. Захлебнулся Див и утонул. А дети благополучно вернулись домой.